Валентин Полтовец Валентин Полтовец Валентин Полтовец Валентин Полтовец Валентин Полтовец Валентин Полтовец неделю полностью строим игру от себя и разбираем конкретно соперника. Но то, что каждая игра, ты не знаешь, чем она закончится, это однозначно даже и соперник также. Пусть он будет на первом месте и пусть мы там новички, но я считаю, что нам первый круг достаточно очень ровно прошел в плане игры, самой главной игры, то, что мы строим, но результат это такое, уже может где-то повезет, где-то нет, однозначно мы не добрали очков. – Валентин, Андрей сказал, что слабых команд не осталось, а что касаемо уровня игры, можно ли сказать, что уровень игры временами может соответствовать нашей премьер-лиге, или наоборот, временами это любительский дворовой футбол, по разному бывает? – Ну, наверное, нет, наверное, все-таки некоторые команды по уровню игры, по подбору футболистов составили бы конкуренцию в нашей премьер-лиге. Правильно Андрей Викторович сказал, что слабых команд здесь нет, так как было, это видно по второй лиге, где было команды пять явно по подбору футболистов выше уровнем, и остальные решали свои задачи, то здесь те же команды, если посмотреть, которые находятся в нижней части турнирной таблицы, подбор игроков у них, скажем так, неплохой, и взять тот же «Арсенал», который сейчас лидирует по подбору игроков, ну, добротные футболисты, но, скажем так, они просто сыгранные и долгое время уже вместе. Поэтому сегодня дают результат. А что вот по играм, то, в принципе, Викторович правильно сказал, что мы готовимся к каждой игре. Планы мы строим, но мы именно просматриваем каждую непосредственную игру в будущем, разбираем соперника и строим свой план на игру. Андрей, футболисты, которые сегодня защищают «Цвета Балкан», те люди, которые уже сыгрались, первый круг прошел, подбором игроков довольны? Такой вопрос прямой может быть, но можно не спросить. Скажу, ответ здесь очень такой интересный. Мы с руководителями сразу договорились, что мы будем постепенно, начиная с аматоров, давать футболистам шанс, тех, кто заслуживают. Если тех, кто заслужили и выиграли два раза аматоры, мы не сторонники убирать, брать сильнее, мы давали им шанс. Эти же ребята прошли, основная часть футболистов, которые сейчас играют, они от аматоров, которые не играли даже в профессиональной лиге вообще, первые контракты они подписали во второй лиге, то они набираются матерости и, естественно, костяк, особенно костяк, который начинал с аматоров, он и рулит игрой. И мы, в принципе, главное, что они совершенствуются, это очень важно. Точечному наше усиление непосредственно разными футболистами, да, мы не можем себе позволить сейчас брать там с именами. Мы берем молодых на перспективу ребят, там, средний возраст, интересно, конечно, им сложно. Многие не проходили наши сборы, у нас своеобразный футбол мы строим и, конечно, им сложно притираться пока, они очень тяжело входят, потому что это и показывает статистика, особенно группа атаки. Я вижу, что, конечно, не до конца я доволен, потому что как раз эти моменты, те, что мы сыграли в ничью, мы 12 игр не проиграли. Это очень хороший показатель, но мы много не выиграли, потому что много ничьи, где мы должны были побеждать. А это как раз все-таки есть командные действия, есть группа атаки. И большие претензии к группе атаки, потому что мало забиваем. Но это не их вина, потому что пока у них не хватает индивидуального мастерства это делать. Поэтому мы верим в них и все, что сейчас происходит, на все воля Божья. И мне, например, нравится наша команда. Дальше будем смотреть из 5 игр и мы увидим на самом деле эффективность этих ребят и дальше будем думать. Что касаемо молодых игроков, Валентин, вопрос вам. Кроме огня в глазах, нужно мастерство, нужно умение бежать и не задыхаться, не вырубаться в какой-то момент из тренировочных действий, из игры. Виден талант у молодых футболистов, которые в том числе проходят Гранила Балкана? Ну, скажем так, я бы поправил чуть-чуть главное желание. Желание футболиста, чтобы он рост прибавлял, а мы его направим, дадим свои знания, поделимся, скажем, поделимся опытом и направим в нужное русло. По нашим подопечным, скажу однозначно, все хотят, все играют. Те, кто, скажем так, не хотел, им с нами не по пути. И, можно сказать, они так сошли с нашего поезда, который у нас идет вперед. Поэтому по молодым ребятам, скажу, конечно, опыта и мастерствам еще не хватает, поэтому будем работать и в дальнейшем прибавлять. То, что чуть-чуть отклонюсь, так как я отвечаю за группу атаки, ну, я недоволен тем. Я недоволен тем, что у нас как бы много моментов мы создаем, а правильно Викторович сказал, мало забиваем. Поэтому у нас, наверное, качество должно перейти в количество. Вернее, количество должно перейти в качество. То есть, в будущем мы надеемся, что прибавим в этом аспекте и будем больше забивать. Как известно, что если ты больше забиваешь, ты выигрываешь. Из тех игр, что видел я, удалось пять матчей прокомментировать. Команда «Балканы» — команда, которая использует очень много различных тактических построений. Такое ощущение, будто Андрей, Валентин и Игорь Шуховцев играют в компьютерную игру и переставляют игроков. И Дмитрий Викторович. Да, и что интересно, смотришь, как будто футбольный менеджер, такой даже симулятор. Игроки успевают подстраиваться под разные изменения. Просто разные бывают ситуации, что команда в десяти ром осталась, нужно уже перестроиться, в том замены. Получается для игроков доносить ваш тактический? Учитывая, что мы много игр проигрывая, вытаскивали, мы играли в ничью. То, что раньше не прослеживалось у нас. И много очень тренировочных процессов. У нас очень интересный тренировочный процесс. У каждого есть своя роль. У каждого тренера — Шуховцев, Полтовец и Дмитрия Пархоменко. У каждого работают непосредственно по позициям. Плюс есть стратегия, которую мы выбрали. И есть тренировочный процесс. Не просто так, лишь бы прийти потренироваться. Нет. Есть цели. И если мы меняем в течение игры, в зависимости от результата, от игры, как мы начинаем атаки, как мы завершаем атаки, переходы, мы можем перестроить игру. И ребята об этом знают, потому что мы это тренируем. Это не просто так спонтанно мы так захотели. Каждый из ребят в тренировочном процессе понимает, что мы требуем в каждой позиции. Поэтому мне нравятся футболисты, которые могут играть на разных позициях. Потому что, да, конечно, если есть целенаправленный крайний защитник, конечно, ему сложно перестроиться. Но в любом случае нам интересно как раз импровизировать. И это получается. Однозначно получается. И для соперника даже сложно. Поэтому мы смотрим и по сопернику. И готовим. В недельном микроцикле мы готовим разные варианты игры. Мы же не можем предположить, какой будет результат и как будет слаживаться игра. Бывает, не идет игра на том, на чем мы сидим. То есть контрольный час. Значит, перестраиваем какие-то нюансы. Это все мы изучаем и в тренировочном процессе преподаем. Игрок нападения Александр Альчиков, капитан команды, пример тактической гибкости. Как мне кажется, человек, который может сыграть и в центре нападения, и справа, и слева, и в оттяжке. Понимаю, что много времени проводит с вами. Валентина, вы объясняете опытному игроку. Между прочим, может быть, не надо объяснять, но тем не менее, мне кажется, что обучаем Александра даже в таком солидном футбольном возрасте. Ну, это показывает. Вы даже заметили, что в его возрасте можно прогрессировать и расти. Капитан команды Балкана, в общем, 34 года и по-прежнему лидер клуба. Кстати, Александр Айчев, я так понимаю, уроженец и живет сам в селе Тазаря. Поддержка болельщиков немаловажный фактор. Имеет значение посещаемость матчей. Я вот посмотрел, что на два последних матча в премьер-лиге на один из них пришло 300 человек, на другой 500. Балканы меньше тысячи практически не собирают. Ощущается ли эта поддержка? Конечно. Это такой очень важный момент, потому что любят в Бессарабии футбол. Футбол не только в Зари, и в Сарцизе, и в Сарате. Везде приезжают. Им нравится именно тот футбол, который мы проповедуем. Мы хотим играть красивый футбол, чтобы он нравился болельщикам. Для чего тогда играть? Мы же играем для болельщиков. И естественно, что у нас же 5 человек из местных футболистов. Сейчас молодые ребята еще местные, мы подтягивать будем на сборах. Это тоже такой важный момент. И плюс создали ребята, как раз много, особенно с Арциза. Фанатская группа, которая вместе с нами по возможности тоже ездит на игры. И очень здорово болеет. Вот эта поддержка, она заводит. И мы видим, даже речевки уже начали. Они тоже растут вместе с нами. Они даже организовали у себя в Арцизе такой момент. Есть у них уже здание, где они отрабатывают все эти моменты, даже барабанная дробь. Ну вот все нюансы им интересны. И для нас это, для ребят это, конечно, вдохновение. Это очень хорошо. Поэтому надо расшевелить болельщика. Они приходят, смотрят, им нравится сам футбол, как футбол. А вот расшевелить, как правильно болеете, вот как раз эти ребята и показывают. Специфика особая футбола в глубинке, Валентин, что вы скажете об этом? Все-таки это не Одесса, не Киев, не Запорожье. Согласен, согласен. Но хочу отдельное спасибо, наверное, сказать нашей группе поддержки, потому что и вправду все-таки село с населением в 5000, а приходит 20-я часть. Это очень хорошо. Не 20-я, а 5-я часть. Это очень хорошо. 20% да. Это очень здорово. И вот эти вот ребята, которые на сегодняшний день, скажем так, с нашей атрибутикой нас поддерживают, мы это очень хорошо чувствуем. И те болельщики, которые приходили просто посмотреть футбол, попереживать, они тоже включаются в эту поддержку. И когда весь стадион скандирует имя твоей команды, то, наверное, многие сами бегут вперед. Поэтому скажу, что да, здесь болеть умеют. Говоря о Балканах, мы все-таки, вот вы сами говорили, что и молодежь подтягивается. Мы можем подразумевать некую пирамиду, когда вот есть главная команда, а есть не только молодежь, но есть дети, молодые зарянцы, которые, ну, не будем говорить пафосно, болеют футболом, но увлечены, хотят заниматься этим видом спорта. Возможно, в будущем натянут белую футболку в Балкан. Есть ли такие? Ну вот скажем так, даже можно, вот у нас руководители, это семья Златовых и Голубев, это реально фанаты. И реально те люди, которые как раз и хотят развивать футбол, и нам не мешают, а только помогают. И вот как раз этот момент академии футбольной, мы хотим в будущем, наши руководители сейчас занимаются над этим, чтобы сделать интернат спортивный, потому что у нас уже, да, есть там и волейбол, и борьба, и достаточно неплохо очень это, и даже девочки в футбол играют, уже много очень детей, это просто нужно время, нужно время, и это же будущее, если будут дети, они, есть команда сейчас первой лиги, да, есть на кого смотреть. И мы очень плотно занимаемся, как раз наши руководители, вот именно в этом направлении, чтобы детей заинтересовать. Это как раз в селе, это же все-таки в городе более так немножко уже разбалована, а там, ну что, кроме футбола, да, или, например, любого вида спорта заниматься. И как раз в этом, если сделаем академию, сделаем интернат, со всей Бессарабии будем привозить деток, я думаю, это будет большая победа, это даже больше будет победа, чем пока команда даже первой лиги, потому что мы, во-первых, от улицы многим детям дадим шанс, и будем развивать их, и будет своя система работы, мы однозначно хотим пирамиду. У нас есть вторая команда, но пока это как раз те ребята, которые уже выпуск, ну, еще все в процессе. Я думаю, что будущее как раз будет вот в совсем маленьких детях, которые вот сейчас неплохие мальчики. Ну, мы не должны забывать, что человеку, ребенку из села, из глубинки очень тяжело выбиться в тот же большой спорт. Немножко по-другому это было, может быть, Валентина не поправит раньше, когда обращали внимание на детей талантливых сейчас, чтобы выбраться из той же зари в Одессу, не говоря уже о Киеве, это нужно пройти много этапов. Ну, я скажу, даже далеко не надо ходить, вот есть яркие два представителя, скажем так, Саратского района, да, один из Зари, молодой парень, который был в Днепропетровском интернате, закончил его, правильно, Виктор, и второй заканчивал школу Динамо Киев. То есть по себе скажу сейчас, раньше, в принципе, у нас ничего не было, кроме спорта, да, никаких других развлечений. Сейчас все-таки соблазнов у, скажем так, современной молодежи больше, поэтому они распыляются где-то. И где найти сейчас именно такие таланты, ну не таланты, а ребят, которые с большим желанием, это правильно в глубинках. Вот и мы в будущем, мы хотим построить вот эту пирамиду, академию, где в будущем мы будем подпитываться именно оттуда футболистов, и чтобы они были у нас как основа. Лучший матч команды, вот возвращаясь к грозной команде в первом круге, был ли такой? Конечно, нам хотелось бы, чтобы лучшие матчи были в будущем, но тем не менее полтора десятка матчей позади, какой запомнился со знаком плюс? Ну, их достаточно много, я скажу, достаточно много, даже которые мы не выигрывали, но очень качественно играли и показывали хороший уровень, много созданных моментов. Это, конечно, стоит особняком, эта игра, вот сейчас оболонь, хорошее поле, для нашей команды нужно хорошее поле, чтобы показывать свой уровень, очень неплохая игра. Мне понравилось, как мы играли, в принципе, вот даже игры, которые с Ахтыркой, мы не выиграли, мы сыграли в ничью, но мы проигрывая, вытащили игру, мы создали очень много голевых моментов. Тот же Кремень, игра была очень неплохая, ну так вот, с течением, где-то матерости не хватает, мы не доводим до победы, но это мы не проиграли. Но достаточно, мы провалили только, наверное, игра это с Черниговым, что где, ну на самом деле, они были нас сильнее, надо признать, и нас заслуженно они обыграли, вот, у нас как-то с ними тяжело даются игры, мы пока не, вот как раз мы начнем, аж в марте как раз первый раз с ними будет, будет интересно после сборов. А так, наверное, эти игры самые особняком, а дальше, ну, сложно сказать. Ну, мы каждую игру изучаем, и по статистике, которая нам приходит, мы неплохие. О негативе я вас спрашивать не хочу, хочу пожелать вам успехов на ближайшие игры. Перерыва нет между первым и вторым кругом, зимой и подведем другие немножко уже итоги. Андрей, Валентин, спасибо за участие в программе и успехов полканам на всех турнирах. Спасибо, что уделили нам внимание. Спасибо. Оставайтесь на репортере, берегите себя, болейте за наших.